Хочешь застраховать груз? Сегодня поговорим о ключевых факторах, которые влияют на стоимость страхового пульса. Привет, меня зовут Евгений Лебедь. Страхование груза или страхование ответственности экспедитора-перевозчика является неотъемлемым инструментом в сфере грузоперевозок. Здесь важно сочетать стоимость страхового пульса и, конечно же, вероятность выплату, которую будет вам делать страховая. Здесь очень много нюансов, на которые нужно обращать внимание. Давайте разбираться, что и как нужно заполнять. Подписчики YouTube-канала Евгения Лебедя получают специальное предложение на обучение. Если тебе нравится сфера грузоперевозок, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Мы будем снимать еще больше полезного видео. И досмотри данный выпуск до конца. В конце мы подготовили для тебя бонус. Стоимость страховки, то есть стоимость страхового тарифа, как правило, зависит от типа груза и способа его перевозки. И, конечно же, от суммы компенсации, которую вы хотите получить, если произойдет какая-то нестандартная ситуация. У большинства страховых компаний на их сайте есть онлайн-калькулятор. Введя свои требования, собственно, заполнил бриф, вы сразу можете увидеть ориентировочную стоимость страхового полиса, который вы можете получить у данной компании. Размер страховой суммы, как правило, подтверждается стоимостью самого товара. Это можно увидеть в грузовой таможенной декларации, в платежах, которые отправляются на таможню, или же сумме фрахта. Помимо этого, можно еще застраховать потерянную прибыль. Но, опять же, это уже нужно индивидуально общаться со страховой компанией, показывать все процессы, как это у вас происходит, и индивидуально подходить к данному вопросу. А теперь давайте пройдемся по пунктам, от чего зависит сумма страхования. В первую очередь, это, конечно же, франшиза и ее размер. Соответственно, если происходит форс-мажор на 10 тысяч долларов, и у вас есть франшиза 1000 долларов, то эту 1000 долларов вам страховая не возмещает, и вы получаете всего лишь 9000 долларов. Таким образом, ваша страховка стоит дешевле, но страховая вам не компенсирует 1000 долларов. Соответственно, чем франшиза больше, тем страховая оплата меньше. Также влияют объем и периодичность отгрузок. Соответственно, если вы делаете разовую страховку на одну перевозку, то, конечно же, она будет дороже. В то же время, если вы заключаете генеральный договор на год, и у вас есть определенный объем, например, 100, 200, 300 перевозок, то, соответственно, это уже покупка оптом. И, конечно же, страховая вам делает немного ниже стоимость. Таким образом, вы можете дешевле страховать свои грузы, но вы должны гарантировать страховой компании определенный объем. Важным фактором является маршрут, по которому совершается конкретная перевозка. Если это региональные перевозки, то явно это перевозка внутри страны на небольшое расстояние, может быть, несколько тысяч километров максимум. То есть, если мы говорим уже о международной перевозке, то это может быть 3, 4, 5, 6, может быть, даже 10 тысяч километров. И в таком моменте страховка будет дороже, потому что рисков при такой перевозке в разы больше. Конечно же, маршрут очень сильно влияет на стоимость страховки. Помимо этого, влияет еще характеристика транспортного средства. Которая, собственно, перевозит данный груз. Автомобильный транспорт, морской, авиа, ж.д. Помимо этого, учитывается еще возраст подвижного состава, какой пробег данного подвижного состава и множество других факторов. В таком ключе можно детализировать это до такого формата, что страховая вам выдаст разные варианты страховки. При разных автомобилях или же других способах доставки. Поэтому вы можете увидеть, что вам удобнее и выбрать страховой полис, который вам нужен. И последним, но я считаю, наверное, самым важным является страховое покрытие. Их всего существует три вида. Сейчас довольно быстро расскажу, какие они существуют. Страхование груза от полного уничтожения. То есть, когда может произойти все, что угодно, и вы потеряли груз полностью. То есть, он полностью уничтожен. Следующее, это страхование ответственности и груза от полного или частичного повреждения. Страхование ответственности и груза при всех возможных вариантах. Это повреждения, хищения, потеря полного груза при абсолютно невероятных и всевозможных ситуациях. То есть, грубо говоря, вы себя застраховываете практически от всего, чего только возможно. Также еще может быть какие-то дополнительные факторы, которые влияют на страховку. Это может быть охрана в процессе грузоперевозки или же экспедирование данного груза. Это уже отдельно влияет на стоимость страхования. В конце хочу сказать, что нужно соблюдать все эти факторы для того, чтобы оптимально подобрать страховую компанию и, конечно же, стоимость. Иногда бывает так, что вы укажете то, что, собственно, будет очень дорого и в конце это вам не нужно. Поэтому будьте внимательны и заполняйте ровно то, что необходимо. По поводу бонуса. Это чек-лист, как, собственно, сделать свою страховку груза оптимальной по стоимости. Вы его можете найти в нашем телеграм-канале. Ссылочку вы найдете в описании к этому видео. И встретимся в следующем выпуске.